Здравствуйте! Вы на канале Семь Дач. С вами Татьяна. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать об уходе за рассадой питуньи на начальном этапе развития. А также как и для чего делается прищипка. Вначале, когда сенцы питуньи только проклюнутся, они находятся в парнике, под стеклом или под пластиковой крышкой. Благодаря этому поливать их некоторое время не приходится. После открытия парника постепенно земля начнет просыхать. И это очень важный момент. Если его пропустить, то нежные ростки могут засохнуть. Причем очень быстро. И в становлении они не подлежат. В отличие от засохших взрослых питуней. Поэтому после того, как вы снимете крышку парника, проверять влажность земли нужно регулярно. Желательно утром и вечером. Корни у ростков пока еще очень слабые и находятся в верхнем слое грунта. Поэтому полив необходим сразу же, как только станет заметно, что верхний слой подсох. Пока рассада питуньи еще не окрепла, поливать ее можно из шприца, пипетки или спринцовки. Поливать нужно аккуратно под корень. На этапе, когда сеянцы еще слишком маленькие, шприц можно использовать с иглой, чтобы было проще регулировать количество водяных капель. Когда рассада питуньи подрастет, полив за ней осуществляется точно такой же, как и за основной массой растений. То есть по мере просыхания земляного кома. Некоторую засуху питуньи выдержит, но слишком злоупотреблять не стоит. Если полив станет нерегулярным, то внешний вид костиков будет безнадежно испорчен. Появятся желтые, а затем и сухие листья. Нижняя часть ветра коголится. Такая питунья плохо выглядит и легко подвергается заболеваниям. В том случае, если вам сложно обеспечить рассаде своевременный полив, подмешивайте в грунт ядродель. Также для питуньи очень важна подкормка. О том, когда и чем подкармливать питунью, говорится в видеоролике, ссылочка на который сейчас появится наверху экрана. Также для выращивания рассады питуньи требуется хорошее освещение. В теплицах, где растения выращивают на продажу, рассаду в первые недели подсвечивают круглосуточно. Таким образом, производители подстёживают её развитие и стимулируют более раннее цветение. Для озеленения балкона или дачи такие дополнительные ухищрения не обязательны. Особенно, если вы посеете семена в марте и установите посадочные ёмкости на светлый подоконник. 11-12 часов светового дня для рассады питунья будет вполне достаточно для нормального, хоть и не ускоренного развития. А вот январские или февральские посадки подсвечивать необходимо. Чаще всего цветоводы делают так. В 7 утра включают подсветку, а в 8-9 вечера выключают. Уход за рассадой питуньи предполагает и пристальное наблюдение за температурой содержания. Она должна быть такой. До прорастания семян температура должна быть 23-25 градусов. Выращивать рассаду до первой пикировки при температуре 18-22 градуса. А уже взрослую и крепкую рассаду питуньи можно содержать при температуре днём в среднем плюс 18-20 градусов, ночью плюс 5-10 градусов тепла. Для того, чтобы питунья в дальнейшем выглядела более пышно и компактно с обилием цветов, для неё необходимо привести прищипку центрального стебля. В результате прищипки питунья начнёт активно выпускать боковые побеги. Куст от этого выглядит более пышным, крепким и здоровым. Большее количество новых веточек гарантирует большее число бутонов и в дальнейшем цветов. Кроме того, прищипка питуньи является одним из способов её размножения. Полученные черенки ставят в воду или во влажную землю под банку. Они довольно быстро дают корешки, после чего готовы к посадке. А теперь рассмотрим два варианта прищипки. Если вы хотите просто прищипнуть растение, для того, чтобы оно лучше ветвилось, нам просто необходимо отрезать самую верхнюю часть стебля. Вот здесь. Если же мы хотим укоренить черенок, то нам стоит оставить подлиннее стебель у отрезанного черенка. Поэтому обрезку можно привести чуть ниже. К примеру, вот здесь. Я буду оставлять черенок на укоренение. После такой прищипки из пазухов листьев появляются боковые побеги. Соответственно, растение становится более пышное и кустистое. Теперь я вам хочу показать уже прищипанную рассаду питуньи. Это питунья Триумф от Аэлиты. Прищипку я провела 10 дней назад. И вот изо всех пазухов листьев начали расти боковые побеги. Стоит ли проводить прищипку того или иного сорта или вида питуньи, вы можете прочитать на обратной стороне этикетки. Сейчас каждый производитель указывает, стоит ли прищипывать тот или иной сорт. К примеру, питунья Донна Стар от Аэлиты. Сзади на этикетке указано, что в фазе 5-6 листьев проводят формирующую прищипку. На этом всё. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.